Друзья, при участии журнала «Добрые советы» продолжается конкурс полезных советов. Если вы знаете, как облегчить быт при помощи подручных средств, вывести пятна, избавиться от моли, быстро почистить рыбу или любые другие советы для дома, поспешите прислать их нам. Победители конкурса станут участниками рубрики с нашим всезнайкой Тарасом Шпирой. Детали конкурса можно найти в журнале «Добрые советы» либо у нас на сайте. Давайте вместе сделаем жизнь украинцев лучше и счастливее. Каждый день детские ссоры, крики и плач. Дети дерутся, а вы в отчаянии не знаете, как их примирить. Хотите изменить детей – измените себя. Сегодня психолог Анна Кушнирук расскажет, какие ошибки родителей в воспитании детей приводят к тому, что дети становятся практически врагами. А своим жизненным опытом в разрешении детских конфликтов поделятся мои очаровательные гости – Снежана Егорова и Алла Ковальчук. Здравствуйте, девочки. Так рада вас видеть. Вы такие сияющие, но даже в таком состоянии счастливом, наверное, не будете отрицать, как и большинство родителей, что, к сожалению, детские конфликты в семье – это так часто бывает. А вот почему именно с этим сегодня и будем разбираться? Это может выглядеть не так невинно, как нам кажется. Мы знаем, что все дети спорят, дерутся, пока они растут. Но из-за неумения родителей быть координатором процесса главного в семье, дети могут вырастать врагами, и дети могут свое детство списывать на абсолютную неудачу. Поэтому давайте сегодня разберем те ошибки, которые позволят нам сделать жизнь наших детей счастливыми. Родные брати и сестры могут стать запеклыми врагами. Постоянные сварки, скандалы, бейки – это не просто жах любых родителей. Это может стать реальностью, если вчасно не схаменутся. Эксперты все будет хорошо порадят, как уникнуть трех небезопасных родителей, чтобы завтра вашу родину не сруйнули швары между детьми. Итак, первая ошибка. Что это? Первая ошибка – кто старше, тот и виноват. Возраст здесь становится как будто бы преградой для того, чтобы ребенок был любим, понят, и в жизни все у него было в порядке. Давайте откровенно. Младшие дети – это совершенно удивительные такие существа, которые умеют манипулировать. Они очень скоро понимают, как нужно пустить слезу, когда нужно вовремя закричать для того, чтобы родители обратили внимание. Так вот, давайте будем помнить, что, во-первых, старшие дети – это не няни наших детей, старшие дети – это наши дети. И из-за того, что в семье появляется младший ребенок, любовь к старшему не может автоматически переходить в разряд какого-то должностного указания, что делать нужно, чего делать нельзя. Я закреплю ошибку на доске для того, чтобы мы видели, и так кто старше, тот и виноват. Вот у меня была полностью такая ситуация с моими старшими детьми. В общем-то, все технологии были отработаны на них, а теперь они успешно перенеслись на младшую часть моих детей. Стасия была на пять лет старше Саши, она очень ждала ее рождения, моя принцесса. Потом, когда она родилась, она укладывала цветами, раскладывала, значит, вот все эти ее пеленки и прочее. И потом, когда принцесса выросла, ей было ровно четыре года. Когда Стасия по какой-то причине сказала, я твоя старшая сестра, ты должна меня слушать. На что Саша ей сказала, значит так, это я твоя старшая сестра, и в этом доме никого, кроме мамы, я слушать не собираюсь. И так продолжается по сей день. Вот в какой-то момент я увидела, что она провоцирует Стасю постоянно. Я сказала, Стасия, значит так, если ты будешь позволять ей собой манипулировать, и она будет все время тебя обижать, дай ей хорошенько, чтобы она знала, что ты сильнее, что ты можешь дать отпор. Она говорит, как же, мама, она же маленькая. Маленькая. Она маленькая, и вот она вот по жизни все время ее жалеет. Но Саша такая хитрая, она, например, могла сказать, а я, а я сейчас маме все расскажу. Я говорю, а ну-ка, иди сюда, что ты мне хочешь рассказать. А я расскажу маме, что ты два года назад на море хотела меня утопить. И с тех пор я всегда понимаю, что старший ребенок, он часто, я кто кажусь украинскую мову, потерпая от вероломства младших детей. А вот у меня ситуация оказалась, что Алла очень подленькая была в детстве. Все, что Алла не сделает, все на брата. Ему попадало очень сильно, его так били. А я стояла в стороне. Думаю, ага, хорошо, сошло с рук. Мне мама такая, она, знаешь, щепетильная к порядку. И вот у нас пять комнат, две она закрывала на ключ. И мы с Юрой ходили, и в ту комнату не могли попасть. Но нам же туда хотелось. Мы туда зашли. А раньше было балеринки с атуэточки. И был такой кит-пепельница с таким хвостом. И вот стояла на полочке. Что у нас случилось? Падает этот кит, и разбивается, отбивается хвост. Что нам делать? Я уже переживаю, что тут и мне уже попадет. Нашли мы клей какой-то силикатный, как он назывался. Приклеили этот хвост. Но в этот момент попадает клей на шторы. А шторы были синтетические. И прямо так, знаешь, на глазах дыра. И у нас была с моим братом, дай бог ему здоровья, Юра. Если мы что-то натворили, мы сразу ложимся рано спать. А мама уже знает. Да, семь часов мы уже спим. Родители приходят. Что случилось? Мне ничего, просто мы спать захотели. Я говорю, так, Юра, ложимся спать. Если будут наказывать, ну, на ночь же не будут наказывать. И не заметят. Но мама, конечно, начала убирать, заметила. Боже, что было. Ох, ему попало тогда. Подожди, а ты что говорила? Это он сделал, это не я? Или мама молчая, брат? Я же была ландышем у папы. Я говорю, это не я. Это не я, это он баловался. Я все на него сворачивала. И действительно, его наказывали. А я оставалась в стороне. Я была хорошей. А родители всегда говорили брату, ты старше, ты умнее. Зачем ты это сделал? Ты его подставляла. Но получается, вот даже из Аллыного рассказа ясно, что родители как-то так изначально, да? Ну, так не корректно регулируют, получается, отношения. Девочки, ну, что я услышала? Получается, что мы ребенку говорим, кто-то умный, тот и будет отвечать в итоге за какие-то дурные последствия. Поэтому давайте ум будем хвалить и не говорить, раз ты старше и умнее, значит, ты всегда виноват. Что будет делать человек, которого обвиняли в том, что он умнее? Да, он будет пытаться походить за дурачка. И если впоследствии он будет занимать руководящую должность, скорее всего, он будет давать вот такую дурную, ненужную работу своим подчиненным и пытаться ими манипулировать и управлять. И давайте будем откровенны. Там, где мы некорректно относимся к распределению каких-то вот эмоциональных ролей между нашими детьми, с одной стороны, мы можем воспитывать диктатора, который будет вытворять все, что он хочет, с ангельским личиком. С другой стороны, мы воспитываем человека, который привык, так что, когда меня обижают, на меня клевещут, я просто ничего не буду говорить. В итоге жизнь моя может превратиться в кошмар, потому что я все время буду выгораживать кого-то, кто более бойкий. Это прямая задача родителей – не быть соблазненными ангельским лицом своего ребенка, быть не то чтобы судьей, да, но быть вот здравым человеком, который может выслушивать своих детей. И сегодня я расскажу, как это можно сделать. Так что же делать родителям, если дети ссорятся? Прежде всего, мы не выясняем, кто прав, кто виноват, потому что мы можем изначально ошибаться. Второй момент. Мы детям своим устанавливаем такое правило. По четным и нечетным дням они могут высказываться. Например, произошел какой-то конфликт, да, каждый из детей подбегает, мама, мама – это он, папа, папа – это она. Что мы делаем? Так, сегодня у нас второе число, ты говоришь первый, у тебя ровно минута. Дети знают, что они должны в одну минуту уложиться со своими аргументами и доводами, без слез, без криков, без истерик, да, потому что мы это не воспринимаем, нам важно тезисно понять, о чем они говорят. Это детей структурируют и учит их говорить содержательно и по факту. Дети знают, что каждый может высказаться, мы их никогда не перебиваем, никогда не помогаем и никогда не исправляем. Выслушав это все, мы говорим «я тебя услышала», «я понимаю», «в этот раз мне кажется», «как родителю», «что правда на стороне Пети или Саши или Оли», да, каким-то образом. Но важно, чтобы каждый ребенок понимал, что ему придется собрать все свои эмоции и мысли в кулак, для того, чтобы научиться проблему проговаривать словами. И он будет знать, если он говорящий, он всегда будет услышан и правильно понят. Есть еще один момент. Вот если младший портит имущество старшего ребенка, вот, допустим, он пописал его тетрадку, порвал ее, очень важно приучить себя, как взрослого, что мы всегда компенсируем этот ущерб. Вот ребенок младший испортил тетрадь старшему, давайте с ним переделаем вместе это домашнее задание. Давайте действительно возместим ему ту игрушку, которая была испорчена, но с наказанием для младшего. В том смысле, что вот брат пострадал, сегодня мы делаем ему подарок, да, у тебя, увы, эта история не получается. Здесь справедливость заключается в том, что каждый из детей несет ответственность, и он понимает, что родители на его стороне. Когда он обижен, да, они, безусловно, помогут ему в решении этого вопроса. И к нашему разговору присоединяются гости. У вас есть вопросы, и, пожалуйста, вы можете сейчас их задавать. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Богдана. У меня двое детей, две девочки, три года и одиннадцать лет. Они очень часто ссорятся, и когда возникает конфликт, я обычно звоню мужу. И у него получается даже по телефону его уладить. И сейчас я понимаю, что мое мнение для них стало совершенно неважно. И скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы они снова стали меня слушаться? Спасибо за вопрос. Вопрос очень важный. Богдана, если ваши дети, как к маме, вам приходят за урегулированием конфликта, не звоните отцу. Дело в том, что вы проявляете себя человеком, который буквально не знает, что с ними делать. Ребенок испытывает тревогу, панику, может даже давать какой-то симптом физический. Тогда, когда родитель говорит, «Боже мой, ну что ты за человек? Что мне с тобой делать? Я не знаю, как быть». Сейчас мы позвоним папе, как будто бы папа умеет читать мысли, да, а мама несостоятельна. Поэтому если вы становитесь свидетелем конфликта, и дети обращаются за помощью к вам, прекратите обращаться за помощью к папе. Может быть, ему проще. Он скажет, «Я приду, всех поубиваю», да? Но это не лучший педагогический аргумент для взрослых родителей. Вы слушаете детей поочередно, как я рекомендовала сегодня, и обязательно помните, что вы мама, вы взрослая, и вы точно знаете, что делать. У вас есть опыт, возраст и любовь к собственным детям. Очень важно, чтобы все-таки родители были заодно, чтобы ребенок не имел возможности манипулировать разностью их мнений. Это, на мой взгляд, самое важное в семье. Это разрушает, когда нет вот одного какой-то системы координат, да, ребенок может даже оказываться в остром невротическом состоянии и очень от этого страдать, да, когда нет вот два разных посыла. Это, кстати, отражается на сне ребенка, это отражается на жизненной позиции. Девочки, ну вот мы, знаете, плавно можем переходить ко второй ошибке. Она вытекает, на самом деле, из того, что мы говорили. Вторая ошибка, да, когда все внимание в доме мгновенно с появлением младшего ребенка только ему и принадлежит. Это действительно такое серьезное упущение, и оно влияет на жизнь человека, на дальнейшую жизнь, не только на его детство. Вот я попробую рассказать, как это может повлиять на людей в их личной интимной жизни. Представьте себе, да, что с появлением ребенка он получает младшенький, получает все внимание. Старший, когда становится уже человеком в любовных отношениях самостоятельных, он помнит, что он является ценностью только до тех пор, пока не появился кто-то другой. Потенциально это жуткий ревнивец, который во всем будет видеть угрозу. Он будет осознавать, что недостаточно быть мной, настоящим, хорошим, любящим и искренним. Всегда может быть кто-то, кто меня затмит. Давайте будем очень здесь честными. Если нам сложно представить, насколько мы качественно уделяем внимание и время одному и второму ребенку, мы берем лист бумаги, на котором мы поминутно утруждаем себя хотя бы один раз написать расписание того, как наши дети получают от нас внимание. Я думаю, что мы ужаснемся, потому что когда в семье маленький ребенок, крошка, он телесно требует очень много каких-то вот сил и прикладывания этих усилий. Это нормально. Но, во-первых, очень важно благодарить детей за то, что они старше и им повезло. Очень важно устраивать им праздник даже в виде плаката «Сегодня ты стал старшим братом», «Сегодня ты стала старшей сестрой». Следующий момент. Давайте будем помнить, что от того, что появляются младшие дети, старшие не перестают быть нашими детками. Важно устраивать такие дни праздники. Ну, заберите вы ребенка со школы один разок с последнего урока, прогуляйте ее. Скажите, я так по тебе соскучилась. Я хочу побыть только с тобой вдвоем. Помнишь, мы с тобой ели мороженое, когда ты был совсем маленьким, да? Избегайте из обычной какой-то жизни, да, в сторону удовольствия и того, что вы можете побыть вдвоем. Очень важно сохранять прежние ритуалы. Если вы всегда читали старшему ребенку сказки перед сном, почему с появлением младшего это должно закончиться? Если вы его купали и всегда с ним вот там баловались в воде, продолжайте это делать до тех пор, пока он в этом нуждается. А вот я хочу рассказать, вот именно свою историю, как у меня в семье. Моему Диме было 15 лет. Я тут беременная. Я говорю, сыночек, ты знаешь, у тебя будет или братик, или сестричка. Он говорит, ой, мам, это так хорошо. Ну, хорошо. Я думаю, как же он примет все-таки, знаешь, все ему было действительно. Ну, работали мы так, что из-за границы ездили, привозили. Он ни в чем не нуждался. Все у него было первым. Он, ой, мам, это так хорошо. Ну, проходит 9 месяцев уже. Он говорит, мам, а может не надо? Действительно. как не надо? Куда же уже? Уже все, сынок. Благое дело, что ему 15 лет. Ну, родила я Сашу, приносим мы с роддома, он ее так взял, смотрит, положил так на кровать, на краешек. Я говорю, сынуля, она же может упасть. Да я же не знаю, как, что, к чему. Ну, слушай, начинается. Они скорпионы оба. И начинается. Вроде все нормально, все. Ну, естественно, что я и Саша, мой муж, возле нее, он уже маленький. Я, во-первых, что 15 лет, тут уже кавалер, а это такая кроха маленькая. Вот почему хорошо, когда большой разрыв между детьми. Уже есть время поиграться с ребеночком. И вот он ходит, и я вижу, что он там, ну, я не успеваю просто. Я вижу, что я ущевляю его этим. Ну, с нулечкой, я тебя люблю, все равно, ты знаешь, а вот ты помнишь, был маленький. А он помнит, три годика ему было, ему удаляли гланды. Он говорит, да, я все помню, как на скамеечке. Я говорю, вот мы с ним так разговариваем. Ну, думаю, вроде нормально все. Тут покупаем у Сашки коляску. Он говорит, видишь, мам, у Сашки коляска есть, а у меня, а у него не было коляски, а у меня даже коляски не было. Ирю, сынуля, ну ты же родился в октябре, а мы жили в таком месте, где там вода, там с коляской не поедешь. Уговорила. Вроде бы ничего. Тут второй случай. Ну, квартиру мы покупали, там были окна. Ну, думаю, надо ребенку поменять окно. Я говорю, надо поменять окно в Сашиной комнатке. Вот видите, вы даже Сашке окно меняете. Я говорю, сынуля, ты уже такой взрослый, тебе тут сквознячок не страшен. Но потом, как-то, знаешь, лотком, я начала говорить, что сыночек, все равно и ты, и Саша, вы для меня самые лучшие, вы мои дети. Я люблю вас одинаково. Но ты пойми, что она же маленькая. И как тут лотком мы перешли, и он сейчас для него, он говорит, Саша, если тебя кто-то обидит, говори мне. Она, да не мне никто. Я тебе сказал. Так что даже желательно, чтобы я мог показать себя, что я старший брат. Да, на самом деле, это существует. Но у меня вообще, это целая история, это бесконечно долго можно рассказывать, о том, как, например, Саша, которая всегда была младшим ребенком, ей уже было 8 лет, когда начался вот этот вот выводок мой, значит, последние трое детей, да, Саша рыдала на каждом ребенке, когда она узнавала, что они появятся. Не хотела? В конечном итоге я выяснила, что она всегда боялась уплотнения, она всегда думала, что кого-то потелят в ее комнату. Поделитесь и вы, пожалуйста, своими историями. У кого есть вопрос, может быть? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Моему старшему ребенку 7 лет, и в последнее время у него проявилась жадность, особенно по сравнению к младшему ребенку. Например, он вообще не делится игрушками. Это связано с тем, что родители меньше уделяют ему внимания. Абсолютно верно. Иногда жадность ребенка, это индикатор того, что он материальные вещи стремится накапливать, для того, чтобы восполнить себе дефицит какого-то внимания. Как справляться с жадностью? Ну, во-первых, это нормально чего-то хотеть. Важны масштабы. Что мы делаем? Мы заводим с вами две коробки, две зоны. У каждого ребенка должны быть вещи, которые принадлежат только ему, и только он сам решает, их кому-то показывает, давать или нет. И должна быть другая коробка с игрушками, с вещами, которыми он в состоянии и возможности находится делиться. Потом давайте будем откровенными. Как мы сами реагируем иногда на просьбы наших детей поделиться какой-то нашей вещью? Вот подходит маленькая дочка к маме и говорит, а что это такое, духи? Так, это мое. Помада? Это мое, тебе нельзя. Что мы делаем? Мы говорим, это помада, губки будут красивые, ты когда вырастешь, у тебя будет самая красивая помада на свете. Вот духи, понюхай вот этот колпачок и как они делают брызг-брызг. То есть мы буквально показываем, что мы не жадничаем, мы рассказываем, что это, но владельцам остаюсь я, и я скажу, что я обязательно дам тебе воспользоваться на Пасху, как говорится. Поэтому ставьте границы вот в подобного рода вопросах детей. Ну и, конечно же, важно детям объяснять, что то, чем они делятся, это не навсегда, что они обязательно получат это обратно и устанавливайте правила. Да, очередности. Вот у нас, например, дома один самокат и двое детей, поэтому каждый катается по 30 минут. Очень прошу, будьте здесь максимально щепетильными. 30 минут – это ровно 30 минут и ни одной секунды больше. Если мы сдвигаем 30 минут в сторону одного ребенка, у ребенка пропадает чувство какой-то ответственности вообще, за справедливость, что ли. У меня Саша была такая, значит, когда ей давали денежки какие-то, и мы ехали в машине, причем могли ехать долго, попадали в пробки, она засыпала в машине, она их сжимала вот так вот с кулак, даже во сне она вот эти деньги держала. И первое, когда она приспрашивала, говорит, Сашенька, мы приехали, о боже, мои денежки. Я думала, мама, не, а что делать вообще? Ужасный ребенок, это же монстр, это какой-то скрутш-макдак. Когда Стасия у нее спрашивала, Саша, а какого ты хочешь жениха, как ты хочешь вот, чтобы он тебя любил? Говорит, какой любил? Главное, чтобы он был богатый, как скрутш-макдак, и в золоте купался. Я пыталась каким-то образом, ну, ее обвинять, типа, Саша, как можно, ты жадина, так нельзя, нужно делиться. И одна взрослая актриса, которую я невероятно уважаю, которая играла в одном из спектаклей «Мою маму», она мне сказала, Снежана, так нельзя, ребенок не должен все отдавать, у него должно быть что-то, что принадлежит ему, все-таки у него должно быть свое пространство, и ему принадлежащие и материальные вещи в том числе. Самое главное, чтобы ребенок мог делиться этим, да, как я, например, учу своих детей делиться игрушками, особенно, когда они там маленькие, Ваня там или Арина, ну, кто-то, кто младше, приходит и отбирает у старшего. Старший начинает орать, почему я должен отдавать, на что я говорю, успокойся, вот он забрал, сейчас пять минут, дай ему возможность этим насладиться, дальше берешь все, что угодно, тебе ненужное, и делаешь вид, какая классная штука, и это уже ему нужно, тогда ты делаешь ченч, ты отдаешь ему эту классную штуку, и получаешь ту, которая твоя, потому что все это можно, ну, как бы урегулировать, самое главное, моментально, эмоционально на это не реагировать. То, о чем ты говоришь, называется эмоциональный интеллект, ты учишь детей коммуницировать и договариваться, и ты сказал очень важное слово «нельзя». Да, родитель – это человек, который должен понимать значение этого строгого и четкого слова. Если нельзя, то почему, и когда будет можно, и чем можно заменить то, что очень хочется, но по какой-то причине нельзя. Не должно быть запретов, которые каждый из нас стремится бессознательно нарушать со взрывом. Да, должно быть все аргументировано. Переходим к следующей ошибке. Девочки, конфликт – это норма, да, и противоречие – это источник развития. Что делать, если буквально мы начинаем игнорировать конфликты между нашими детьми, потому что мы сами не знаем, как с ними справляться. Мы боимся показаться бестолковыми родителями, да, мы боимся показаться теми, кто не справляется, и потому мы делаем вид, что этого просто нет. Всегда отражайте чувство ребенка. Если вы видите, что он не в себе, он в панике, никогда не делайте вид, что ничего не происходит. Это трагедия. Для человека, который эмоционален, который привык даже валяться на полу и плакать, это ужасно, если мы делаем вид, что ничего не происходит. Мы говорим, я вижу, ты валяешься, да, когда ты поднимешься, я тебя выслышаю. Я тебя люблю и на полу, и стоя, но понимаю я только стоя. Да, вот это то, что позволяет нам быть, ну, услышанными собственными детьми. Я сейчас расскажу страшную историю. Значит, когда я была молодой матерью, у меня был только еще пока что один ребенок, Анастасия. Ей было где-то три с половиной года, значит, и она пыталась манипулировать мною за счет того, что что-то она там хотела, я уже даже не помню, что она рыдала, истерически, на что я ей сказала, значит, так, Стасия, говорю, есть два варианта. Ты сейчас вот рыдаешь, ты упала, тебя обидели, я не знаю, тебе больно, треплешь мне нервы. Есть два варианта. Либо я сейчас тебе даю по попе, чтобы ты понимала, из-за чего ты рыдаешь, ну, типа, чтобы была какая-то причина. Либо идешь в кухню, успокаиваешься, дышишь, умываешься, приходишь, и мы с тобой общаемся, разбираемся, в чем дело. Она предпочела, значит, пойти в кухню, и вот она там рыдает, рыдает, слезами закатывается. Думаю, ну, сколько она там может рыдать? В конечном итоге она же успокоится. Она, значит, все, рыдала сначала истерически, потом, значит, замолкла, думаю, сейчас успокоится и придет, значит, извиняться. Потом опять, слышу, заводит, ну, уже там, слезы появились. Второе дыхание уже не такое активное, но все равно, все, опять, значит, успокоилась. Думаю, сейчас, сейчас придет, придет. Опять смотрю, опять там всхлипывает, всхлипывает, ну, и я жду. И что-то там себе, я чем-то занялась, думаю, что-то она долго не идет, что-то долго не идет. Захожу в кухню, подоконник, под подоконником табуретка, она сидит на табуретке, голова вот так на подоконнике, устала, девочка. Устала рыдать. Но не сдалась. Нет, она не сдалась, безусловно. Но с тех пор, в принципе, вот таких вот манипуляций, да, не было. Если уже в семье происходит что-то, чем вы недовольны, если страдают дети, никогда не нужно опускать руки и думать уже поздно. Это действительно опыт, который они получили, просто признайте его. Скажите, я знаю, что я всегда была раздражительной, да, или я часто не обращала на тебя внимания, или я обделяла тебя тем, что тебе нужно, да, но я хочу эту ситуацию изменить, я могу, ты со мной. Поверьте, решается все гораздо проще, и дети не будут ссориться там, да, где родители сами хотят дружить с собой, с любимым человеком, будь то муж второй, третий или двадцать пятый, и дети в том количестве, которых нам Бог их дает. Никогда не поздно исправлять ошибки, в том числе и ошибки родителей, о которых мы сегодня говорили. Спасибо, что пришли ко мне в гости. До встречи завтра. И помните, все буду добре. Спасибо вам. Привет, YouTube. Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok